О главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях в студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте и сегодня в выпуске. Взрыв в центре города недалеко от здания Одесской избу. Машина взлетела на воздух. Что говорят правоохранители? Сведение счетов в Луцке сожгли отель и ресторан. Кому бизнесмен мог перейти дорогу? Мусорные баталии. Как львовский губернатор воюет с несанкционированной выгрузкой отходов и за что опять критикуют мэра Садового? Дипломы на продажу. Британские журналисты обвинили украинцев в торговле медалями и наградами Оксфорда. Кто был среди покупателей? Мощный взрыв прогремел сегодня в Одессе. Взорвался автомобиль Жигули. Поначалу в СМИ появилась версия о том, что причиной стало неисправное газовое оборудование в машине. Но позже полиция заявила об уголовном характере происшествия. Все подробности далее в материале. Все произошло в 10 утра на улице Жуковского. Это центр Одессы, недалеко управление СБУ. На воздух взлетел автомобиль с Жигули. Начался пожар. ВАЗ-2101 или, как говорят в народе копейка, сгорел Датлаб. В салоне людей не было, никто не пострадал. На данный момент известно, что причиной возгорания стал взрыв неизвестного устройства. Тип и происхождение которого устанавливают специалисты национальной полиции. В полиции говорят, у происшествия уголовный характер. Дескать, некие злоумышленники заложили в машину безоболочное взрывное устройство. Правда, с какой целью, непонятно. Известно только, что зарегистрирован автомобиль на 68-летнего жителя Днепра. Уголовное производство открыто по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества». Стоит отметить, что за последний месяц это уже второй подобный случай в Одессе. Опять же, в центре ночью на улице Морозливской взорвали автомобиль Тойота Камри, который находился на охраняемой парковке. По данным полиции, детонировало радиоуправляемое устройство. Неизвестные подложили его под колесо. Никто не пострадал. Принадлежал автомобиль военному пенсионеру. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности, телеканал Интер, Одесса. А под Харьковом неизвестные подорвали автомобиль, когда в нем находился директор агропредприятия. Это произошло в селе Староверовка в 7 утра на территории одного из местных фермерских хозяйств. Как сообщили в полиции, взрыв прогремел, когда мужчина завел свою Ниву. В автомобиле вылетели окна, искорежены двери. Предприниматель не пострадал, ехать в больницу отказался. В полиции открыли уголовное производство по статье «Покушение на убийство». А в Луцке сегодня ночью сожгли один из популярных отелей. Очевидцы видели, как неизвестны. Сначала поджигали шуна, а затем бросали в окна коктейли Молотова. Подробности далее в сюжете. Пожар произошел около двух часов ночи. Местные жители сначала разбудили взрыв, а затем увидели, как горит первый этаж здания гостиницы. Затем огонь перекинулся на верхний этаж и крышу. Почел взрыв. Выбег на улицу. Дивлюсь, что пожар не едет. Дуже много народу. Пожар был сильный. С одной стороны, больше все так. Что загасить? Серединку все не могли загасить. Взрывали крышу. Вот это я видела. По словам очевидцев, это был преднамеренный поджог. Неизвестные сначала подожгли шины под стеной спорткомплекса, который расположен рядом с гостиницей. А когда охранники бросились гасить огонь, швырнули бутылку с коктейлем Молотова в окно отеля. Два человека в масках, кинули что-то и все. И пропали. И после того, что произошел взрыв, и сразу начался пожар. В это время в отеле находились 9 постояльцев и персонал. Всех людей пожарно эвакуировали. Пострадавших нет. К тушению огня привлеклись 7 спецавтомобилей и 25 человек личного состава. Пожаржа была средней складности. Гасение было ускладено тем, что пожара расповсюджилась по пустотам горыща. Для этого нужно было проводить разбирку конструкций, проливание утепливащика. Люди, которые бы самостоятельно не могли покинуть, або состояние здоровья их был погрешен, не было. Владелец гостинично-ресторанного комплекса комментариев на камеру не дает. Известный в городе предприниматель был активистом Майдана. На своей странице в соцсети он пишет, не сомневается, что это был умышленный поджог. Бизнесмен называет злоумышленников потенциальными убийцами. Ведь в тот момент в помещении были люди, которые могли погибнуть. В полиции открыли уголовное производство. Сейчас идет следствие, уточняют и сумму ущерба. Между тем, местные активисты сообщают, поджоги очень популярны в городе способ сведения личных счетов. Только за полгода, 2017-го, в Волынской области уже зафиксировали 48 поджогов автомобилей. Из них 12 в Луцке. Нет, чтобы совета давать, как справиться с разгулом криминалитетом, советники главы МВД, похоже, о своих обязанностях забыли. Илья Кива, к примеру, ударился в революционную деятельность, даже больше подпольную, но в России. На своей странице в фейсбуке псевдо-лидер соцпартии написал, хочет помочь россиянам, цитирую, в свержении преступного режима кагибистов-олигархов. Правда, создавать российское подполье Кива отправился в Грецию. И вот здесь, на острове Кеа, в уютном кафе, пишут свои июльские тезисы, подобно небезызвестному революционному вождю. На теплом курорте товарищ Кива ждет приезда российских единомышленников, но кто, пожалуй, не уточнил. После бренда «Борец с наркоманией» новый имидж подпольщика и лидера социалистов Кива, похоже, осваивает неспроста. В стремлении подмять под себя мощную полицилу основатель соцпартии в Украине Александр Мороз усматривает предвыборный прицел Народного фронта. И никакой отношения до статута не было. Все это абсолютно замовная штука, яка сделана, чтобы использовать бренд СПУ в наступных выборах той політичной силы, которая втратила полностью свой рейтинг, цепто Народным фронтом. Она не имеет никакого рейтинга, но она знает, что попит в суспильстве на лево-центрическом политическом силу есть. Народный фронт, его не было и нет. И не будет он, и фигурувать не будет на выборах. Он будет идти, хочет идти под брендом социалистической партии. Против политического рейдерства объединились социалистическая и социал-демократическая партии Украины. На своей первой совместной встрече в Кривом Роге делегаты заявили о попытке захвата соцпартии. По словам нардепа Сергея Каплина, 8 июля 2017 состоялся так называемый съезд ИСПУ, где с подачи бывшего лидера Петра Устенко председателем ИСПУ выбрали советника министра внутренних дел Илью Киву. Съезд нардеп называют нелегитимным, так как Петр Устенко еще в 2014 году был исключен из партии. По словам Каплина, лидеры социалистов и социал-демократов намерены обратиться в ГПУ с требованием привлечь к ответственности Устенко и Киву. Также уже направлено обращение в НАБУ с требованием привлечь к ответственности и главу МВД за то, что он руководил попыткой силового захвата соцпартии Украины. Уже 2 сентября в Киеве состоится всеукраинский съезд объединенных политических сил. Лево-центрические силы в крае, социалистичная, социал-демократичная партия, профспелки, покладут кинуть геноциду над украинским народом с боку Яценюка, Авакова и их киев. Мы мобилизуемо всех членов социалистичной партии по всей краине. Готуемся до надзвичайно масштабного историчного съезда 2 вересня. Наступное. Проводимо после Конституционной Асамблеи и вместе с простыми людьми социалистичной, социал-демократичной партией. Народжуемо новую Конституцию, на которую ожидали миллионы наших граждан все 27 лет. Скандал с украинцами в Великобритании. Авторитетное издание «Таймс» опубликовало разоблачительную статью о выходцах из Харькова торгующих несуществующими наградами крупнейшего британского вуза «Оксфорд». По словам журналистов, бизнес уже принес предпринимателям миллионы фунтов. Больше расскажет Алексей Пшемызкий. Бизнес на тщеславии. Европейская бизнес-ассамблея, учрежденная украинцами организация в центре крупного скандала. Британские журналисты обвинили предпринимателей в продаже поддельных медалей и наград. Речь идет о некой неизвестной международной награде Сократа и памятной медали королевы Виктории, которую уже долгие годы вручают в ассамблее. Как говорится, на сайте организации, чьи офисы находятся в Лондоне и Харькове, соискатель регалий должен отличаться выдающимися делами. Но главное, по данным журналистов, перечислить взнос от 3000 фунтов. За отдельную плату можно также купить участие во встречах членов организации. А для самых зажиточных клиентов предлагали, например, учредить школу в Британии с их именем. На сайте ассамблеи множество фото и видео с церемониями вручения наград. Там говорится, что клиенты компании, политики и бизнесмены со всего мира. Желающим прикупить себе заслуги говорили, что награды якобы учреждены Оксфордским университетом. Однако, как выяснилось, ни там, ни тем более при Королевском дворе о них не слыхали. Учредитель фирмы «Уроженец Харькова» Антон Савов себя называет политехнологом и заслуженным журналистом Украины. Руководит фирма его сын Иван, который учился в Оксфорде. Связаться с ними ни по телефону, ни в социальных сетях не удалось. Попасть в Харьковский офис ассамблеи также нельзя. Вход только по предварительной записи. Но у охранника удалось узнать, что директор Антон Савов только вернулся из командировки и завтра будет в офисе. Его секретарь пообещала устроить встречу и все прокомментировать. По данным британских журналистов, фирма действует уже 17 лет. И за это время там продали тысячи наград на миллионы фунтов. Не исключено, что история теперь могут заинтересоваться в Скотланд-Ярде. Как выяснилось, среди клиентов фирмы также были мэры европейских городов и британские лорды, покупавшие у предприимчивых харьковчан Сибири-Галии за бюджетные деньги. Из Лондона Алексей Пшемыски, Валентин Белич. Подробности британское бюро телеканала Интер. Масштабная спецоперация на 41-м спиртзаводе проходят обыски. Задействованы порядка 500 правоохранителей. Массовую проверку проводит налоговая полиция под руководством ГПУ. Причина – подозрение в изготовлении левого спирта. Тем временем в Укрспирте заявили, ничего удивительного в действиях силовиков не видят, а к обыску относятся как к плановой проверке. На депутата Максима Полякова не надевали электронный браслет. Об этом сообщили в нацполиции. 22 июля правоохранители вместе с детективами антикоррупционной прокуратуры ожидали в течение трех часов, что депутат явится в управление полицией. Но безрезультатно. Нардеп попросту проигнорировал вызов. Очековали на народного депутата Максима Полякова в областном отделении полиции Черкасской области, куда он был выключен для процедуры одежды ему готового и запрограммированного электронного браслета. После трех часов ожидания и того, как народный депутат не появился, не прибыл до подъявления полиции, на месте была выключена следовательная группа, которая этот факт задокументировала. Тем временем адвокаты Полякова заявили, их подзащитные не собираются надевать и носить электронный браслет. Мол, выполнение этого постановления противоречит Конституции. Напомню, 11 июля Верховная Рада лишила Максима Полякова неприкосновенности, но не дала согласия на его задержание и арест. Поляков, напомню, фигурант так называемого янтарного дела, в котором также фигурирует нардеп Борислав Розунлад. Его парламент также лишил депутатского иммунитета. А лидер радикалов в эти дни отправился в путешествие, на этот раз в Хорватию. Но сам Олег Ляшко об этом предпочитает не распространяться. Как и об источниках своих доходов. О том, как наслаждаться богатством природы, не объясняя происхождение своих богатств, наш короткий материал. Как отдыхать по заграницам несколько раз в год на депутатскую зарплату? Ответ наверняка знает лидер радикалов Олег Ляшко. Вчера рейсом в 15-20 депутат улетел в Хорватию. Об этом пишет интернет-издание «Страна» со ссылкой на источник в руководстве радикальной партии. По традиции Ляшко сопровождает кум Юрий Сухин. Издание пишет, вместе они пробудут на Адриатическом побережье до 30 июля. Сначала будут жить в одном из пятизвездочных отелей, а потом отправятся в небольшое путешествие на яхте. Ляшко отрицает, что отправился в турне. В качестве доказательств выложил снимок своего дома в казине на странице в Фейсбуке. Но, судя по предыдущему снимку, фото было сделано за день до вылета. Кроме того, в аэропорту Борис Пален сфотографировался со случайными пассажирами, которые выложили снимок в сеть. А блогер Василий Кручак нашел его и перепостил. Напомню, это уже не первое совместное путешествие Олега Ляшко и Юрия Сухина. Например, по данным интернет-СМИ, в мае они устроили себе австрийские каникулы. А после Нового года парочка посетила Таиланд. Но вот откуда деньги на все эти вояжи? Об этом депутат на своей страничке, увы, не пишет. Как и в декларации. Ведь, по данным СМИ, только билеты в Пхукет стоили более 100 тысяч гривен. И они должны были отразиться в документе. Нет там и сведений об элитном особняке, площадью 550 квадратных метров, приобретенном в начале года. Напомню, этой покупкой заинтересовались и детективы НАБУ. Только за последний год Ляшко и его гражданская жена стали собственниками недвижимости на 20 миллионов гривен. При том, что официально никто из них не владеет бизнесом. Нацагентство по предотвращению коррупции обвиняло главного радикала в том, что он незаконно совмещал работу нардепа и должность руководителя газеты. Но на прошлой неделе Печерский райсуд Ляшко оправдал. Вопреки тому, что после заседания на ПК предоставила доказательства его вины, прокуроры и суд почему-то не приняли этого внимания. В зоне АТО украинские военные четыре раза за сутки подвергались обстрелам боевиков, в том числе из запрещенных минометов. А накануне в результате атаки противника ранения получил один из защитников Марьинки. Пострадали и дома мирных жителей, продолжит Руслан Смещук. Огненная Марьинка. Линия фронта здесь проходит по окраине города. Заканчивается зона застройки, начинается территория, которая или простреливается, или контролируется боевиками. Некоторые открытые участки, например, напротив сгоревшей коневодческой фермы, где позиции боевиков лучше вообще перебегать. Кроме пульса стороны противника прилетают боеприпасы и потяжелее. Например, реактивные гранаты и усиленные с накрученной на нее минометной миной. Именно такой ранен один из защитников Марьинки. Это остаток из РПГ-7. Срочно противоталковая граната. Прилетели вчера в вечере, по нашей позиции, хлопья поранило, так как вы знаете, сквозь. И прилетают сейчас только для нас. Наиболее напряженная ситуация на крайних улицах. Они граничат с пустырями, которые простреливают боевики. Здесь постоянно гибнут мирные жители. Улица Петра Карпова, старое название Тельмана. Отсюда до позиций противника в 200-250 метров. И здесь почти каждый день стреляют. Но вот несмотря на все ужасы войны, здесь продолжают жить люди. Им просто некуда бежать. Нету возможности. У меня у мужа сахар и два инсульта. Куда мы поедем? И пенсия маленькая. Мы ели на лекарства тратим деньги. Живой человек. Любой болится. Вот тут у двери, я ранение у меня, вот тут осколок сидит. Ось, вон, бачите дырка. А с осколок? Да, у меня осколок там остался. Страдают и дети. Александре почти 12. Не так давно девочка чуть не погибла. Сидела у окна и делала уроки. Внезапно стекло пробило вражеская пуля. Прошла в 20 сантиметрах от ребенка. Вот тут-то я сидела. Сидела, делала уроки. А там как раз пуля заедла. Вот дырки. На руках у Александры кот Симба. Рыжему повезло, он выжил. А вот других четвероногих во дворе уже нет. Здесь часто падают мины противника. Кошку убила. Только один живой остался, котовый здесь. И кота тоже убила. Собаку от соседа тоже. Соседки ранены. Для многих взрослых и даже детей жизнь под пулями и взрывами с постоянным риском погибнуть при очередном обстреле боевиков уже становится нормой. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер. Сегодня в Торецке Донецкой области прогремел взрыв на территории школы. Она находится недалеко от линии разграничений и с момента боевых действий не работает. Пострадал охранник учебного заведения. У него многочисленные осколочные ранения. Сейчас он в больнице. Прекратить огонь на Донбассе и вывести тяжелое вооружение призвал Россию президент Петр Порошенко во время телефонных переговоров в Нормандской четверке. Разговор состоялся сегодня при участии Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, который и выложил фрагмент видео в своем твиттере. Украина во время переговоров настаивала на необходимости ввести на Донбасс миротворческую миссию ООН и немедленно освободить заложников, но это блокирует российская сторона. О ситуации на Донбассе говорил сегодня представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер во время встречи с главой комитета по вопросам иностранных дел Анной Габком. Разговор состоялся в Верховной Раде. Курт Волкер поделился своим видением ситуации на востоке Украины. По его словам, конфликт не заморожен, а находится в горячей фазе. И главное сейчас поддержать людей на оккупированных территориях, ведь они важны для Украины. Это заявление уже прокомментировали нардзепы от оппозиционного блока. Они считают, что мнение Волкера полностью созвучно позиций их политсилы. То, что сейчас озвучил Волкер, это то, за что мы боремся уже три года. Замороженный конфликт это вечная война. Чтобы выйти из этого затяжного кризиса, политики должны отложить в сторону партийные флаги, объединиться под одним флагом. Флагом мирной Украины. Война это синоним нищей Украины. А мир и поддержка промышленности это синоним богатой самодостаточной страны. Украинский военный летчик капитан Владислав Волошин стал директором Николаевского аэропорта. В России его обвиняют в причастности к гибели пассажиров малазийского Боинга МХ-17. Как эти обвинения комментирует сам Волошин и какие задачи считает приоритетными на новой гражданской должности, знает Кирилл Ющишин. О назначении Волошина на должность стало известно сегодня во время брифинга в обл. администрации. Владислав Волошин, наверное, самый известный украинский военный летчик. В России его считают причастным к гибели пассажирского рейса МХ-17. По версии россиян, гражданский Боинг сбила не ракета БУК, выпущенная с территории подконтрольный террористом, а украинский штурмовик Су-25, пилотируемый Волошиным. Вот как это преподнесли. Вернувшись 17 июля с задания, капитан Волошин нервничал и сказал, что самолет оказался не в том месте, не в то время. Если так, то капитан сожалеет. Но сожалеет не о том, что сбил гражданский самолет, а о том, что не тот сбил. Из-за версии россиян, Волошина даже вызывали на допрос заграничные следователи. Он встречался с прокурором из Амстердама и полицейским детективом из Австралии. У них претензий к Волошину нет. Сам Владислав уверяет, все обвинения базируются на словах какого-то техника, которого он толком и не знает. То, что он заявляет, что он слышал мои разговоры с начальством и тому подобное, это приорит правда. Все разговоры, связанные с выполнением боевых задач, велись достаточно скрытно, достаточно в определенном кругу людей, которым можно было доверять. Такие люди, как механика ГАПов, не входили в круг доверия. После нескольких лет службы боевым летчикам в АТО Волошин решил уйти из армии. За время боевых действий ему пришлось побывать в тылу противника. Его самолет подбили. Владислав катапультировался. И после этого четыре дня выходил из вражеского окружения. Президент наградил капитана Волошина орденом за мужество третьей степени. На новые должности, в этот раз гражданской, капитану Волошину поставили задачу возобновить пассажирское авиасообщение между Николаевым и крупными городами Украины. Договоры с различными агрокомпаниями, такими как Turkish Airlines и R&R, потому как основной доход будут они приносить. Если простые николаевцы способны позволить себе поездку в Киев, например, в спальном вагоне, то это будет также доступно для них, как и перевод. Николаевский аэропорт достался Волошину в разрушенном состоянии. Сейчас его активно ремонтируют. Хотя у Волошина нет опыта в бизнесе или госслужбе, он уверен, военная дисциплина поможет и на новой работе. Кирилл Ющишин, Игорь Попов. Подробности телеканал Интер. Николаев. Как обстоят дела на государственной границе с Россией? Проинспектировали сегодня нардепы из разных парламентских комитетов. Идея такой поездки принадлежит депутату от БПП Сергею Рудуку. И в ближайшие три недели вместо каникул он и его коллеги посетят участки государственных рубежей в девяти областях. Начали с Черниговской в пункте перехода Синьковка, где сходятся три границы с РФ и Белоруссию. Пограничники рассказали депутатам, что ожидают поставок IT-оборудования для наблюдения, легкой бронетехники и стройматериалов для достройки дорог вдоль границы. Госпрограмма возведения так называемого европейского вала не финансировалась с прошлого года. Все, что удалось сделать, это оборудовать заграждения, вышки и вырыть более 100 километров противотанкового рва. Нам было важно как раз в этот период каникул проехать по маршруту всего кордона с суходолом и морем, которые соединяют с странной агрессией. Для того, чтобы на собственные очи переконаться, какая там ситуация. Повернувшись на следующую сессию, подготовить несколько законопроектов, пропозиции, изменения к постановке Кабинета Министров. Нападение в жанре фильма ужаса. В швейцарском городе Шафхаузен мужчина вошел в офисное здание и набросился на присутствующих с бензопилой. Травмировал пятерых и скрылся с места преступления. Полиция перекрыла исторический центр города, людей эвакуировали. Всех пострадавших отправили в больницу. У двоих тяжелое ранение. Личность злоумышленников установили, его поиски продолжаются. Полиция уверяет, это нападение не было терактом. Из того, что мы знаем, он действовал в одиночку. Известны ли его мотивы? Пока ничего не могу ответить. Нападение на посольство Израиля в Иордании. Убиты двое граждан этой страны, ранен охранник дипмиссии. В Турции эвакуируют израильские диппредставительства, а в самом Израиле столкновения и теракты. Все это из-за так называемого кризиса храмовой горы, который пытается разрешить уже Совбезон. Все подробности знает Сергей Услендер. Нападение произошло не на территории посольства, а рядом с ним в доме одного из работников дипмиссии. Иорданский рабочий, который собирал купленную мебель, напал с отверткой на израильтянина и ранил его. Пострадавший, оказавшийся сотрудником службы безопасности, открыл огонь и застрелил нападавшего и другого иорданца, который находился рядом. Оба скончались. Израильский гражданин был немедленно эвакуирован на территорию посольства. Сейчас оно оцеплено военными, вход и выход заблокирован. Мы стояли в супермаркете, который находится у ворот посольства. Всегда там покупаем продукты. Мы с друзьями услышали звук скорой помощи рядом с посольством и вышли посмотреть, что происходит, но ничего не было видно. Тогда мы подошли поближе, пошли к воротам и увидели там ярданских сотрудников службы безопасности. Они закрыли барьер и никого не пускали. Ярданские власти требуют выдать стрелявшего охранника для допроса. Иерусалим отказывается, ссылаясь на Венскую конвенцию о неприкосновенности дипломатов и сотрудников посольств. Наметился серьезный кризис в отношениях двух стран. Я дважды говорил этой ночью с послом Израиля в Ярдании и сотрудником службы безопасности. Я обещал охраннику, что мы позаботимся о возвращении его в Израиль. Мы уже предпринимаем усилия в этом направлении. Посол Ярдании в Израиле прибыл утром в Министерство иностранных дел. Мы просим его помочь в решении вопроса. В Турции в крупных городах серия нападений на синагоги. Израильские диппредставительства в этой стране закрыты. Их взяли под усиленную охрану, а семьи дипломатов спешно эвакуируют. Обстановка в Израиле вокруг него обостряется. Ночью территория страны вновь была обстрелена из сектора Газа. В ответ армейская артиллерия открыла огонь по позициям Хамас. В городе Петахтиква араб с ножом напал на прохожего и тяжело ранил его. Терроисты обезвредили обычные граждане. Все это кризис Храмовой горы, который продолжается уже почти неделю и привел к гибели и палестинцев и израильтян. Но власти по-прежнему отказываются демонтировать металлодетекторы. Сегодня Совет Безопасности ООН обсуждает проблему Храмовой горы. А в Израиль летит специальный представитель президента Трампа Джейсон Гринблот. Его цель урегулировать кризис, который грозит Ближнему Востоку новой войной. Сергей Услендер. Подробности Ближневосточное бюро. Телеканала Интер. Граната для мэра. Сегодня утром черкасский городоначальник обнаружил в своем почтовом ящике гранату F1. Правда без запала, но с запиской. О находке Анатолий Бондаренко сообщил в полицию. Случившееся журналистам комментировать отказался, как и содержание письма. Кто подбросил гранату в почтовый ящик, правоохранители сейчас выясняют. Корпус от гранаты F1, он уже был ржавый. В корпусе находилась записка с погрозами в адресу местного головы. Погроза, как мне сказали, относится к его обязанностям. Данным фактом открыто криминальное проваривание. Это погроза службовой особи. Погроза насильством. Львов почти очистили от мусора. У тех, кто выбрасывал отходы в полях и лесах, грозят конфисковать имущество. Продолжит наш корреспондент Галина Якушко. Конфисковать мусоровозы, которые накануне выбросили отходы вблизи села Староярыча во Львовской области, предложил сегодня львовский губернатор Олег Синютко. С таким заявлением он обратился к полицейским, мол, это единственный способ бороться с несанкционированной выгрузкой мусора. А еще обвинил садового в саботаже. Синютко напомнил, когда полномочия по организации вывоза мусора передали облгосадминистрации, КУГА перешло и управление коммунальной компанией спецкоммунтранс. Но чиновники львовской мэрии до сих пор не подписали документы о переподчинении. На превеликий жаль, после наших листей, 20 липня, миска рада еще раз поменяла умовы, ухвали. И я думаю, что это все сделается для того, чтобы унеможливить вывез твердых побоевых отходов с территории города Львова. И я вбачу в этом саботаж со стороны миской влады Львова. Миска влада Львова ставит заручниками Львівян в силу своей некомпетентности и неорганизованности. Областным чиновникам уже почти удалось очистить Львов от мусора. Переполненных баков в городе уже нет. Для нас уже больше-больше вывозят. Един-два чистого, по ним за нас берут люди, приносят. Краще сейчас ситуация. Смятя вывозят. По троху, да? Ну, не так, как раньше. У губернатора также пообещали, через три месяца запустят установку по сжиганию отходов. Правда, где она будет расположена, не сообщают во избежание протестов. Галина Икошка, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер Львов. Сезон скидок и распродаж. Еще вчера мы рассказывали о готовящейся тотальной продаже цирков и киностудий. Напомню, хотят продать национальные цирки из шесть областных. Честные руки планируют передать и киностудии, среди которых и знаменитая киностудия имени Довженко. Но не только за счет искусства планируют пополнять бюджет. Сегодня на официальном саде фонда госимущества опубликовали список восьми энергокомпаний, которые также собираются пустить с молотка. Продать планируют по 25% акции восьми региональных облэнерго, в частности, Одесского, Донецкого и Киевэнерго. Такое решение правительство приняло 4 июля, но известно об этом стало только сейчас. В целом за три года хотят продать около 900 государственных компаний. Президент Польши пообещал витировать два из трех скандальных законопроектов о судебной системе. Из-за этих документов в стране неделю не утихают протесты. Демонстрации перекинулись на десятки европейских городов. О чем речь, расскажет Елена Абрамович. Вот так выглядела Варшава в воскресенье вечером. Центральная площадь и прилегающие улицы заполнены людьми. На сцене оппозиционные политики и редакторы влиятельных изданий. Демонстрации продолжались неделю, а в выходные вышли за пределы Польши. Охватив Берлин, Брюссель, Париж, Рим, Вену и десяток других европейских городов. Хотелось бы, чтобы эти митинги закончились мирно. Так же, как когда-то мы получили независимость с движением «Солидарность». Надеюсь, ничего трагического не произойдет. К сожалению, мы не можем рассчитывать на президента. Поэтому будем надеяться, что судьи не сдадут свои позиции. Президент сделал заявление сегодня утром. Андрей Дуда объявил, консультировался в выходные с юристами и в конце концов решил витировать два из трех скандальных законопроектов. Жаль, что для меня не сделали презентацию законопроекта о Верховном суде. Я не мог проконсультироваться и проанализировать его раньше, как и большинство заинтересованных учреждений. Таким образом, я решил витировать закон о Верховном суде и Национальном совете судей. Эти законопроекты подчиняли Верховный суд министру юстиции, который также является генпрокурором. Дуда согласился. На такие изменения идти нельзя. И фактически впервые действовал вразрез с политикой правящей партии. Решение принял после того, как Еврокомиссия пригрозила санкциями. А Берлин – изоляцией в Евросоюзе. Брюссель на обещания Анжея Дуды пока не отреагировал. В Еврокомиссии сообщили, детально обсудят польский вопрос в среду. Тогда и решат, стоит ли наказывать Варшаву и лишать ее права голоса в ЕС. Елена Абрамович, Евгений Каминский. Подробности Брюссель. Европейское бюро. Телеканала Интер. Заболтливость, увольнение в Белом доме. Так устали от утечки информации в прессу, что решили выгонять тех сотрудников, которые решатся неформально пообщаться с журналистами. В чем причина такой секретности? Дмитрий Анопченко знает детали. Что бы ни происходило в Белом доме, в последние полгода все мгновенно становится известно прессе. Решения, скандалы, сплетни и слухи – все на первых полосах. Дошло до того, что Дональд Трамп газету Нью-Йорк Таймс обвинил. Мол, из-за утечки и последующей статьи главаря террористической группировки «Исламское государство» не смогли уничтожить. Ушел, поскольку детали операции журналисты разболтали. Терпение лопнуло, и сотрудников президентской администрации предупредили. Без сомнений, без колебаний, мгновенно уволят любого, кто не санкционировано. Хоть слово скажет журналистам. Сменили директора по коммуникациям Белого дома и, как следствие, пресс-секретаря. А сегодня собрали сотрудников, объявив, ответственность теперь коллективная. Если в каком-то отделе утечка, должности лишатся все. Если вы, ребята, сливаете информацию, а работаете вы все вместе, так соберитесь с командой и прекратите утечки. А если ситуация не изменится, я всех вас уволю. Это же взаимосвязано. При этом Белый дом не только ужесточает доступ к секретной информации. Многих сотрудников президентской администрации теперь даже доступа ко внутренней компьютерной сети лишили, чтобы они не видели, какие документы пишут коллеги из других отделов. И это серьезно замедляет работу. Ведь теперь, как в старые добрые времена, документы приходится распечатывать и носить из кабинет в кабинет. Есть еще одно новшество. Твой смартфон в любую минуту могут попросить и проверить, не писал ли ты электронки в Нью-Йорк Таймс или Вашингтон-Пост. Насколько это поможет, пока вопрос. Но то, что журналистов в Белом доме теперь уж совсем не будут жаловать, понятно. Ведь если раньше неосторожное слово могло обернуться разгромной статьей, то теперь цена такой ошибки. Увольнение. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Как олимпийский чемпион Майкл Фелпс устроил гонки с большой белой акулой? И какую спецоперацию провели военно-морские силы Шри-Ланки? Об этом не только в нашем обзоре. Майкл Фелпс устроил гонки с большой белой акулой. 23-кратный олимпийский чемпион соревновался с морским хищником на дистанции 100 метров в заливе Моссел у берегов Южной Африки. Для интриги чемпиона одели в гидрокостюм с монофином, по сути, большим плавником, который крепится к обеим ногам сразу. Но акула все равно победила. Преодолела дистанцию за 36 секунд, а Фелпс ровно на 2 секунды позже. Но рассердила поклонников знаменитого пловца не это. Оказывается, акула и Фелпс плыли в разное время, а затем их просто подмонтировали в один видеоряд. А вот дайвер Йохан Подгитер снял на видео настоящее спасение от белой акулы. Занимаясь подводной рыбалкой у берегов Южной Африки, Йохан неожиданно увидел рядом с собой океанского хищника. При этом акула сделала несколько попыток атаковать дайвера. Однако пловцу все же удалось отогнать ее гарпуном и благополучно забраться в ожидавшую его лодку. Высокая мода со свалки. Чтобы отправить человечеству месседж об огромном количестве отходов, дизайнер Стелла Маккартни отсняла кампейн на мусорном полигоне в Шотландии. Известные модели продемонстрировали наряды из новейшей коллекции среди заброшенных ржавых автомобилей и тон пластмассовых отходов. Маккартни сторонница моды, не причиняющей вреда окружающей среде. Более двух тысяч человек переплыли пролив Босфор. Таким экстремальным способом они решили попасть из Азии в Европу. В скоростном заплыве соревновались участники из 49 стран. Среди них и украинцы. Пловцы должны были преодолеть 6,5 километров. Победителю удалось сделать это за 50 минут и 58 секунд. Такие соревнования устраивают уже 29 лет подряд. Многие участники участвуют в заплыве уже не впервые. Военно-морские силы Шри-Ланки провели спецоперацию по спасению двух слонов, которых унесло в открытое море. Местные жители заметили несчастных животных в километре от побережья. Вероятно, слоны переходили лагуну Кокилай, когда их унесло течение. К спасению привлекли водолазов и флотилию лодок. Спецоперация длилась 12 часов и завершилась успешно. Обессиленных великанов обвязали веревками и вытащили поближе к берегу, а затем отпустили. Такими были новости этого дня за развитием событий. Следите на нашем сайте подробностей. Желаю вам хорошего вечера и до встречи.